Всем привет! Последний выпуск Рассиблога в уходящем 2016 году и сегодня тестирую мой новый свет для съемок, а также подводим итоги этого непростого, но очень интересного года. Зачем же подводить итоги? Если конкретно вам не интересно то, что осуществил я как отдельно взятый человек за прошедший год, то хотя бы на моем примере вы можете составить такой же список, точно так же снять его для видео, не обязательно его кому-то показывать, можете просто для себя или в письменном виде и посмотреть, осуществились ли какие-то ваши задумки, воплотились ли в жизнь какие-то планы и сколько их было. Если вы окажетесь довольны этим списком свершений, то вы просто получите большое удовольствие от того, что вы доминируете над этой жизнью и у вас все получается. Если же нет, то это прекрасный повод задуматься и запланировать что-то на будущий год, чтобы осуществить свои мечты. Ну, а я собрал все свои, в кавычках, свершения в 10 пунктов и постараюсь все их вам подробно изложить. Я составил список у себя в заметках на телефоне и буду рассказывать вам в хронологическом порядке. Поехали! Итак, первое свершение, которое удалось добиться, хотя оно не в полной мере мое, но мне просто очень приятно от того, что это произошло. Это то, что Дарья Евгеньевна Тимкина получила свое первое спортивное звание, а именно стала кандидатом в мастера спорта по становой тяге Федерации AWPC в безэкипировочном и бездопинговом дивизионе в категории «Женщины до 48 килограммов». Она готовилась к этому достаточно долго, если я не ошибаюсь, около двух лет ушло на то, чтобы получить это звание. Дарья участвовала в четырех турнирах, это больше, чем я, я участвовал всего в двух. На первом я получил КМС, на втором уже мастера, но у меня был большой стаж занятий. Дарья же на данный момент занимается около четырех лет, вот два из которых ушли на подготовку к соревнованиям. Подготовка была разделена на теоретическую и практическую часть. За теоретическую часть отвечал Медведь, то бишь Кирилл Емельянов, которого вы многократно видели на моем канале. Он писал тренировочные схемы для Даши, которые она неукоснительно выполняла. Я же следил чисто за практической частью, то есть я присутствовал на тренировках, помогал, подбадривал, подсказывал на основании уже имеющегося соревновательного опыта. И кроме того, я ездил на все соревнования и был именно тем человеком, который выводит ее на помост. Ее соревнования все можно посмотреть у меня на канале. Я очень рад за нее, поздравляю ее еще раз с этим званием. Она пока не знает, хочет ли она идти дальше и бороться за звание мастера спорта. Мы этот вопрос и пока рассматриваем и немножко откладываем. Но то, что она КМС, это большое свершение. Я очень рад. Не приписываю себе это достижение. Мне просто очень приятно того, что это произошло. Говоря о хронологическом порядке, в январе 2016, в общем-то, ничего интересного не было. Ну, помимо того, что там был мой день рождения, и мне исполнилось 30 лет. При текущем состоянии мира это, по сути, полжизни. В общем, тоже такое свершение. Не всем удалось дожить до этого возраста на этой планете, увы. Ну, так вот, дальше на соревнованиях были в феврале. И также в феврале случилось большое событие. Я, наконец-то, обновил свой компьютер. На самом деле, просто подвернулось очень удачное предложение на городском форуме. И я у человека купил системный блок. Как бы смешно это ни звучало, но в 2015 году у меня был компьютер оптимальной сборки на 2008 год. Вот. И музыке это никак не мешало, этой мощности хватало. Для видео это было, конечно, мало. То есть, отставание от технологии у меня было 8 лет, да. Сейчас я приобрел системный блок, ну, уже год назад. Системный блок, оптимальный для 2011 года. То есть, отставание от технологии у меня стало не 8 лет, а 4. На данный момент мне этого хватает. И я надеюсь, что в скором времени я еще смогу улучшить свои компьютерные возможности. Что прибавит возможности вообще во всех сферах моей деятельности. Я перешел с Windows XP на Windows 7. С 32 бит на 64 бита. И с обычной видеокарты на видеокарту более высокого уровня. Ну, по сути, она игровая карта. Но самое главное, что там есть технология CUDA, которая позволяет сократить время рендеринга видео. И снизить нагрузку на центральный процессор, который тоже в связи с новым системным блоком у меня гораздо более мощный. В общем, я очень рад своему приобретению. Следующий пункт. Очень важен для меня, как для видеоблогера. И, надеюсь, приятен и вам. Я постоянно и безостановочно изучаю все, что связано с теми видами деятельности, которыми я занимаюсь. И касательно видеосъемок, я тоже стараюсь улучшать качество как съемок, так и монтажа. И я очень серьезно занялся этим в 2016 году. И я надеюсь, что это заметно по моим роликам. То есть, в начале года где-то первые несколько роликов у меня были еще сняты на старую камеру. На старом компьютере смонтированная и со старыми приемами. И дальше я старался значительно улучшать качество. Я изучал такие вещи, как цветокоррекция, как вопросы освещения, вопросы фильтрования, спецэффектов, очистки от шумов, использование фильтров, в том числе и фильтров, имитирующих кинопленку. В общем, все, что только можно. Я очень надеюсь, что это отразилось на качестве видео и стало его смотреть гораздо приятнее. Ну, и я продолжаю, собственно, этот процесс, надеюсь, что получается. Потому что мне очень интересно снимать просто качественные видео. И мне стало даже интересно снимать не только для себя, но, возможно, я попробую снимать что-нибудь для кого-нибудь еще. Помимо этого, я стал уделять внимание больше оформлению самих роликов, то есть обложек для видео. Я думаю, это прекрасно можно видеть на моем канале. Теперь у всех роликов модненькие обложечки. И самого канала, то есть шапку канала я обновил в этом году. И я думаю, что скоро я еще ее обновлю в связи с новыми навыками, полученными в процессе изучения видеомонтажа и работы с фотографией. Есть такой закон, закон ноосферы Вернадского, один из законов, как все связано со всем. И повышение качества видеоконтента моего канала, в общем-то, получилось благодаря тому, что я обновил свой компьютер. Потому что мне стали доступны многие технологии, которые раньше мой старый комп просто не тянул. То есть многочисленные плагины и фильтры просто не работали на нем. То же самое обновление компьютера и повышение качества привело к тому, что мне стало интересно использовать новые спецсредства, назовем их так, для съемок. Благодаря чему я за этот год понакупил всякой ерунды для съемок. И сейчас попробуем их перечислить. Ну, в первую очередь, у меня уже были штативы и вот этот самый классный микрофончик, который дает шикарный звук, но все-таки он проводной. Для повышения качества звука и удобства работы в видеороликах, где требуется много перемещений в кадре, я приобрел беспроводную микрофонную систему, с которой я смог снимать тренировочные видео со своими подопечными, которые можно найти у меня на канале. Это было очень удобно и приятно. Кроме того, я установил на камеру такую программку, как Magic Lantern, ну, кто в курсе, тот в теме. Это прошивочка такая, которая ставится сверху оригинальной прошивки и позволяет открывать многочисленные функции, недоступные в оригинальной прошивке. Вот. И с помощью этой прошивки, в том числе, удалось осуществить мониторинг звука через наушники напрямую, что не предусмотрено оригинальной конструкцией и функциональностью камеры. И в связи с этим мне, опять же, пришлось приобрести несколько переходников, чтобы мониторить звук в наушниках напрямую с мини-USB выхода камеры. Вот такие вот чудеса, возможно. Вот. Ближе к концу года я столкнулся на YouTube с видео, где люди демонстрировали работу стедикама, ручного простейшего стедикама. Меня это очень впечатлило, и я тут же себе его заказал. Он уже приехал. Вот вы его здесь можете видеть, как я его распаковываю и проверяю. Но мне не удалось еще пока его протестировать. Как-то не было возможности. Его нужно тестировать в движении, а сейчас зима, как-то по улице я с камерой не бегаю. Но я очень надеюсь, что этот девайс мне пригодится. С ним можно делать очень любопытные вещи. Ну и, наконец, я надеюсь, что осуществится моя, да, внешняя мечта. Я, наконец, приобрету Green Screen. Он же Chroma Key. То бишь, тряпичный или... Ну, в моем случае, тряпичный должен быть фон, который позволит менять бэкграунд, то есть, собственно, фон и картинку за спиной автора во время съемок ролика. Я уже заказал и Green Screen, и стойки. Стойки уже приехали. Благодаря им я сейчас смог смонтировать новый свой свет, который, опять же, приобрел. И можно включить его в приобретение девайсов для моей камеры. Вот. Ну, стойки замечательные. А Green Screen я все еще жду. Я надеюсь, что он в пути. У меня очень большие планы по использованию Green Screen. Очень много интересных задумок. Я надеюсь, что в следующем году удастся хоть что-то из этого осуществить. Ну, и вдобавок, я еще приобрел небольшой накамерный свет. Он тоже не особо пригождался. По-моему, я буквально один ролик с ним снимал вечером в клубе. Но вещь очень удобная, компактная, крепится непосредственно на камеру и может пригодиться в любой момент, в отличие от света в стиле кинофло, который я использую сейчас. Накамерный свет всегда можно компактно взять с собой и снимать в любых условиях и в любой темноте. В общем, я, как и настоящий уже видеозадрот, стал себе скупать все, что только можно. И я люблю иметь разнообразные возможности при осуществлении своей деятельности. Следующее событие в моей жизни, в отличие от всех остальных, не было радостно, но было, в общем-то, ну, не сказать, чтобы печально. В принципе, я спокойно отношусь к таким вещам. Ну, пожалуй, трагично. Это смерть моей бабушки. В феврале у нее случился инсульт. Она попала в больницу. Пролежала там 10 дней. Я к ней ездил. У меня в Инстаграме были фотографии, отчеты о том, как я ее посещал. Ну, бабушка, кстати говоря, у меня очень позитивный, всегда настроенный на жизнь человек. Ой, я даже говорю о ней в настоящем времени. И поэтому даже в больнице, хотя она уже даже с трудом там ходила, но она говорила, заберите меня отсюда, я вообще не могу здесь находиться. Чего я буду лежать с этими умирающими бабками, а не какие-то это... Здесь такая ужасная, мол, атмосфера. То есть она хотела сбежать отсюда. Ну, в итоге мы забрали ее домой, потому что, ну, врачи отпустили, ей стало лучше. Но дома ей удалось побыть буквально 3 недели. И потом случился повторный удар, повторный инсульт, и она уже слегла. После чего я, сестры и родители уже по очереди просто сидели с ней. И, ну, в течение нескольких дней приходившие постоянно врачи уже сказали нам, что жить ей осталось вот нескольких дней, ну, там, буквально до 2 недель. И с тех пор кто-то из нас, мы периодически, ну, практически все время кто-то находился рядом с ней. И здесь очень любопытный момент касательно вот религиозных вещей, кто во что верит, сознание, душа, есть ли она или нет. Я, как приверженец биологической теории существования человека, имеющей все фактические подтверждения, собственно, увидел это наяву. Примерно на третий день бабушка просто уже перестала меня узнавать. Как известно, инсульт или кровоизлияние в мозг – это гибель нервных клеток, нейронов в мозге. А память и мышление – это динамический процесс обмена информацией между этими самыми клетками. И когда клетки умирают, эти связи разрушаются, и человек просто начинает забывать или не понимать некоторые вещи. И вот уже на третий день, когда она перестала практически вставать сама с постели, я заметил, что, когда я держал ее за руку, иногда даже она убирала руку, наверное, не понимала, кто это рядом с ней сидит. Или в итоге она просто перестала даже реагировать. Ну, ситуация печальная. Она вот так пролежала еще две недели. Она перестала есть, перестала со временем пить. Мы делали, что могли, чтобы как-то сгладить ее уход. Но по итогу, как сейчас помню, это был вторник, 10 часов утра, у меня первая тренировка в фитнес-клубе. И в 10.15 звонит мама и говорит, что бабушка умерла. Ну, кстати говоря, произошла все, ее смерть спокойно, то есть после удара она просто легла, лежала, принимала таблетки, и потом все меньше и меньше было активности. То есть, ну, по сути, она как заснула, и через две недели перестала дышать. В общем-то, не было таких катастрофичных мучений. По крайней мере, я на это надеюсь. Вот. У меня был новый клиент тогда в фитнес-клубе, и я буквально второй раз с ней виделся, и чуть не расплакался прямо там. Так плохо мне стало от того, что вдруг бабушка исчезла с этой планеты. Потому что я не верю ни в какие переселения душ, загробные миры, 5-е, 10-е. Я думаю, что бабушка просто сейчас уже разложилась в земле, и все, ее нет с нами. Все то же самое, что и произойдет с каждым из вас. Ну, суть не в этом. Суть в том, что я кое-как довел тренировку, и, ну, я был достаточно подавлен. Через два дня были похороны. Это первые вообще похороны, первые поминки в моей жизни. Это и первый родственник, который умер на моей памяти. То есть, хоть фу, к 30 годам, у меня никто еще не умирал. Ну, справедливости ради, там вообще-то никто не страдал. Мы все бабушку очень любили, и мы вспоминали себя хорошими словами. Ладно, не буду вас грузить этой тяжелой темой. Я просто хочу сказать, что бабушка была мне очень близким человеком. Даже, прямо скажем, гораздо ближе, как ни странно, чем родители. Я сейчас быстренько объясню, почему. Потому что я просто с ней проводил больше времени. Но в детстве, мое детство пришлось на начало 90-х, на конец 80-х, начало 90-х, я действительно больше времени проводил с бабушкой, потому что отец у меня военный, мать тоже работала, в 90-е начались тяжелые времена, там по 2-3 работы было у каждого родителя, а нас было трое детей в семье. И нас просто оставляли на бабушек. И, ну, со второй бабушкой отношения, так скажем, прохладные. А первая все время о нас заботилась. Более того, она жила в Анапе, поэтому, начиная с одного года, меня каждое лето направляли к ней. И просто тупо сплавляли на все 3 месяца. Ну, так же, как и моих сестер там по очереди. Вот, поэтому самые лучшие воспоминания у меня, в принципе, связаны с летом, с Анапой и с бабушкой, потому что там было море, фрукт, развлечения, гулянки, друзья там и все такое. в школьное время осенне-зимнее-весеннее. Воспоминаний особо нет, потому что это учеба или это детский сад, то есть это какие-то уроки, там, напряги. Ну, и родителей тоже не так часто видел. Кстати говоря, на зиму бабушка тоже к нам приезжала, то есть я с ней зимой и летом был, а родителей летом, например, практически не видел. В общем, бабушка была очень-очень родной мне человек, и я очень по ней скучаю. Но вернемся к позитиву. На майские праздники мы с Дашкой поехали в Крым. Настоящий отпуск. Я в самом вот прямом смысле этого слова и в эталонном отпуске не был, наверное, аж там, не знаю, с 2009 года, когда я еще работал на офисной работе, у меня был действительно отпуск. То есть когда я мог взять, уехать и не работать. В принципе, последние 5 лет я работал тренером, звукорежиссером, переводчиком. То есть я, ну, при желании я мог свалить куда угодно, когда угодно, и никто бы меня не ограничивал. Но я этого не делал, потому что я занимался любимыми вещами. Вообще-то мне было это неинтересно. Но тут вот меня уговорили смотаться в Крым, тем более, что теперь Крым наш, а я там никогда не был. И было очень интересно. И забавно. Такой некий полуотпуск был у меня в Анапу пару лет назад. Отчет о котором, о трехдневной поездке, отчет в 7 частях, есть у меня на канале, в соответствующем плейлисте. Можете посмотреть. Кстати, если вам вдруг интересно увидеть Анапу, где, как мы жили, где я провел лето, и увидеть мою бабушку, это все есть, потому что я как раз в Анапу ездил за бабушкой, все это дело снимал. Ну, а здесь мы прекрасно провели 5 дней в Севастополе, 5 дней в Ялте, и полный отчет об этом путешествии есть на моем канале, в соответствующем плейлисте. Но я даже еще не закончил монтировать. На сегодняшний момент смонтировано 8 частей из 10, то есть из 10 дней отпуска, за каждый день полный отчет. Будьте добры посмотреть, ознакомиться и полюбить Крым точно так же, как полюбил его я. Следующий пункт. Никак нельзя назвать свершением или достижением, но все-таки это событие примечательное. В этом году я провел 4 месяца практически без тренировок. Это, наверное, самый большой период без тренировок за последние 10 лет. За 4 месяца у меня было, ну, примерно 3-4, может быть, тренировки в тренажерном зале. Все остальное время я вообще не занимался, только объедался, в том числе и десертами. Почему это примечательно? Потому что потом, когда я снова вернулся к тренировкам, форма возвратилась достаточно быстро. И где-то, ну, первую неделю, конечно, очень тяжело тренироваться, просто психологически войти в режим. Через 2 недели я уже почувствовал бодрый тонус, а через месяц я набрал 7 килограммов. И, ну, был в достаточно хорошей форме, вы это можете видеть, опять же, у меня на канале или в инстаграме. О чем это говорит? О том, что мышечная память существует и прекрасно работает. И если вы опытный спортсмен, и бросили свои занятия, и боитесь к ним возвращаться, не бойтесь, обязательно возвращайтесь. Форма вернется у вас в 3 раза быстрее, чем если бы вы были новичком и пытались только впервые ее создать. Точно так же и новички. Если вы только начинаете и хотите, чтобы в дальнейшем могли быстро набирать форму в любой момент времени, то занимайтесь регулярно. С каждой тренировкой, с определенной периодичностью мышечная память только прибавляется. И чем чаще регулярнее вы занимаетесь, естественно, если вы правильно занимаетесь, тем быстрее вам будет в дальнейшем вдруг в случае каких-то форс-мажоров вернуть или сделать себе даже еще более лучшую форму. Ну и сейчас я занимаюсь достаточно регулярно, чего желаю и вам. Кратенько замечу, что перерыв в тренировках не был связан с какими-то травмами или с объективными причинами. На самом деле у меня просто было лень, было лето, тепло, гулянки и не было мотивации. Что самое главное, просто не было мотивации. Мотивации не было, потому что нет цели. Ребята, всегда ставьте цель и желательно ставьте сроки. День рождения, корпоратив, какой-то праздник, отпуск. Ставьте себе четкие цели и сроки. Хочу быть таким-то к такому-то сроку. И это постигнет вас заниматься. У меня таких целей не было. То есть, когда я начинал заниматься, я хотел быть большим, сильным, красивым. Отлично, якобы фигачил, пока не дорос до определенной планки. Две сушки, кстати, отображены у меня на канале и в инстаграме. Можете посмотреть. Потом мне это надоело, я ушел в пауэрлифтинг. Там были цели конкретно взять кандидата мастера спорта, потом мастера спорта. То есть, тоже я там пахал стало скучно и то, и другое. И, в общем-то, поддерживать форуму мне было лень. Но это проходит, не переживайте, рано или поздно становится скучно и снова возвращаешься к железу. Поэтому все быстро в зал. Если вы смотрели еще хоть какие-нибудь ролики, помимо этого, на моем канале, то вы могли бы заметить, что формат моего канала несколько сместился с чисто видеоблога в такое многофункциональный что ли канал. То есть, я стал просто постить то, что мне интересно, создавать видео с тем, что мне интересно и постить их, отойдя чисто от отображения каких-то своих реалий. В связи с этим можно также отметить эти изменения как небольшое достижение. Потому что, например, изменение контента канала коснулось того, что появились видео, например, студийные, с моей студийной работы, музыкальной. Как таковых полноценных их не было. А сейчас можете уже посмотреть, как я записывал у себя группу или как я писал живые барабаны, где я достаточно в подробностях рассказываю о своей музыкальной деятельности. Также по многочисленным просьбам, требованиям, даже я бы сказал, на разных форумах, где просили доказательства моей деятельности в области кинезитерапии. Я наснимал кучу интервьюшек с моими подопечными, которые рассказывают о том, какие у них были проблемы, травмы и боли, как мы с этим справлялись, избавлялись, ну и вообще, что им дают тренировки со мной. Можете посмотреть эти видео в моем канале в плейлисте «Мои подопечные». Я собираюсь снять еще таких видео гораздо больше, потому что у меня действительно очень много благодарных клиентов, и я надеюсь, что они что-нибудь хорошее скажут, чтобы у меня было некое портфолио. Это и приятно, и полезно. Ну и, наконец, я открыл новое поле своей деятельности, так как по образованию я переводчик, а, в общем, как таковыми своими навыками не пользуюсь. Я, конечно, смотрю постоянно YouTube на английском, я смотрю, как правило, фильмы без перевода в оригинале, но тут я, наконец, занялся еще и сам переводами. И у меня на канале в плейлисте «Мои переводы иностранных видео» я выкладываю переводы и озвучку роликов, которые считаю интересными. Меня, конечно, просили переводить там что-то, какие-то интервью там суперзвезд, еще что-то, но, честно, мне это и не интересно, и этого полно и без меня. Ребята как бы справляются на разнообразных каналах. Я же перевожу то, что считаю либо интересным, либо полезным. И сейчас у меня есть как забавные ролики, так и кое-что полезное. На данный момент их три, четвертый уже переведен и готовится к публикации. Ну, если мне будет не лень, я еще много чего буду переводить. То есть, контент канала стал более разнообразным. Ну, я о своей личной жизни, в кавычках, то есть, в формате видеоблога я тоже буду вещать, собственно, что и происходит именно в этом ролике. Этот ролик является самым настоящим видеодневником. Следующий, безусловно, ключевой пункт в моей жизни в текущем году. Я на данный момент, по крайней мере, перестал работать в фитнес-клубе, в котором проработал целых пять лет. Даже больше пяти лет, учитывая еще несколько недель стажировки, которые я провел до открытия клуба в моем городе. Я не буду вдаваться в подробности того, что произошло и почему, и надеюсь, что мне не придется в них вдаваться никогда. Ну, на данный момент я тренирую людей в другом тренажерном зале, а по кинезиотерапии я веду людей в зале ЛФК одной из частных клиник. Вот такие вот изменения. У меня очень много интересных планов по поводу фитнеса, тренировок, тренировок с клиентами, предложений людям по занятиям. Я надеюсь, что в ближайшем году, в ближайшем году, в ближайший, может быть, даже месяц, мы с Дарьей Евгеньевной откроем паблик, пригласим туда всех, и у нас будет очень интересное предложение по занятиям. Так что ждите и следите за новостями. Ну, а если вас уже сейчас интересует что-то связанное с фигурой, спортом, здоровьем, тренажерным залом, вы всегда можете написать мне в личные сообщения в любой соцсети, в которой я присутствую, мы можем осуществить консультацию, консультацию по тренировкам, консультацию по питанию, мы можем даже организовать тренинг по скайпу. Честно, я не очень верю в все виртуальные вещи, ну, помимо консультаций. Тренинг, конечно, лучше персональный в тренажерном зале. Ну, по этому вопросу я тоже могу вас проконсультировать. Если вам все это интересно, не стесняйтесь, пишите мне, помогу, чем смогу. Ну, и последним пунктом я собрал некоторые мелочи, которые, ну, хоть и являются достижениями, но не такими значимыми, а скорее интересными более, чем важными. В начале лета я приобрел себе новую гитару. Я не знаю, куда уже, у меня их и так 10 штук, но я приобрел не электрогитару, какое их у меня большинство, я приобрел акустическую гитару, которую вы можете видеть вот здесь, вот эта вот акустическая красавица фирмы Ibanez. Очень классный звук, я давно себе хотел акустику, именно электроакустику, ее можно и для записи использовать, и просто песни петь. Ну, собственно, я уже этим занимаюсь, у меня в инстаграме под хэштегом, по-моему, PB1CB, нижнее подчеркивание singing, то есть рысь поющий, можно найти множество видео, где я пою песни под гитару. Вот, так что, вот у меня новая подружка теперь в коллекции. Кроме того, в этом году осенью я наконец-то вживую увиделся с профессором Сергеем Вячеславовичем Савельевым, доктором биологических наук. Сейчас довольно популярный персонаж, многие его знают по роликам в ютубе. Этот человек, по сути, своими трудами, ну, значительно изменил мою жизнь, мои взгляды на мир, позволил понять, как все устроено, как устроен человек, и кто себя, как и почему ведет. Его вот такая вот чудесная книжечка, и в том числе и все остальное его творчество, в общем-то, помогли мне жить, ну, скажем, более спокойной жизнью, потому что ты переживаешь, когда не понимаешь, что происходит, как и почему. Когда ты начинаешь понимать, тебе становится легче жить. Ну, так вот, я съездил к нему на встречу, которая произошла в Московском Доме книги. Это была презентация его очередного труда. Это было очень интересно. Эта презентация, кстати, есть, естественно, на ютубе в полной версии. А отдельно я задал ему вопрос, и у меня на канале есть ролик с этим вопросом и с его ответом на мой вопрос. Следующий пункт это мои усы. Я, наконец-то, отрастил себе полноценные усы. Ну, вы могли заметить, наверное, что я вообще любитель менять имидж регулярно. Сейчас я опять отращиваю длинные волосы, экспериментирую все время с бородой, с усами. Вот такой вот я веселый персонаж. А усы я, если честно, насмотрелся фильмов об офицерах императорской армии еще в Российской империи. Вот. И меня так впечатлило вот эти все фильмы. Ну, может быть, это, конечно, вымысел, но там все так показывают их честь, гордость, патриотизм, что мне захотелось стать хотя бы этим на них похожим. Ну, если честно, мне усы уже надоели. Я думаю, что скоро их сбрею. скажите, скажите, что вы думаете о моих усах. Также в этом году, ну, по крайней мере, на данный момент закончилась эпопея на форуме Steel Factor. Это очень крупный ресурс. На главной странице у него написано, что это лучший форум по бодибилдингу и фитнесу в России. Лично я могу сказать только, что это худший ресурс из всех, что я видел. И не только по бодибилдингу и фитнесу. Это просто ужасный ресурс. Ну, детали. Честно, мне вообще так на все это пофигу, просто смешно, что мне уже лень это обсуждать. Но у меня есть материалы, у меня есть скриншоты, есть мнения. Если я не обленюсь, может быть, я сниму подробное видео о том, что там произошло и как. Ну, это просто цирк, ребята. Но на данный момент меня пожизненно забанили на форуме Steel Factor. Причем, ну, без причин абсолютно. Ну, детали будут когда-нибудь. Ну, и напоследок, в самом конце года я наконец-то занялся хоть какой-то музыкой. Если честно, в связи с повышением вот качества видео, новым компом, новыми девайсами для съемок, я так углубился в видеопродакшен, что практически забыл об аудиопродакшене. Но все-таки два события произошли в жизни моей студии Human Records. Первое, это то, что я начал сотрудничать, ну, вернее, мой один из бывших клиентов, ребята из группы AmbideTech, кстати, послушайте, офигенная музыка, посоветовал меня своему знакомому и товарищ обратился ко мне. Товарищ композитор делает оркестровую музыку и присылал ко мне материал для аранжировки, сведения и мастеринга. Это очень интересная работа, если честно, я впервые делал именно полноценные оркестровки. с Олегом Журавлевым в проекте Mirrors мы делали оркестровки для рока, для металла, то есть, как бы, встраивали их туда. Здесь же чисто оркестровая музыка, то есть, играет только оркестр, нет никаких там гитар, барабанов и криков. Ну вот, ролик о нашем сотрудничестве небольшой будет с демонстрацией. Очень красивая музыка, я рекомендую вам следить за каналом и посмотреть этот ролик. И второй пункт это то, что я стал сотрудничать, ну, подписал виртуальное соглашение с командой DistroKid. Это такой сайт, который помогает продвижению вашей музыки. До этого мои многочисленные музыкальные проекты были опубликованы в ВКонтакте, кое-что на Real Music есть и, конечно же, на международном сайте Bandcamp, где много моих проектов, они все красиво оформлены, их можно скачать как бесплатно, так и кинув мне какую-нибудь денежку, поддержав мою студию. Вот, но сейчас все гораздо глобальнее, благодаря DistroKid, ну, на данный момент пять моих проектов распространяются на таких серьезных ресурсах, как Amazon, Spotify, iTunes и Google Play. Я надеюсь на расширение своего сотрудничества с командой DistroKid и также хочу подтянуть больше своих проектов, которых, ну, вы сами знаете, у меня огромное количество и полный список вы можете посмотреть по вот этой вот ссылочке. Ну, что ж, вот так прошел мой год, были какие-то свершения, какие-то неудачи, все, что не удалось, мы перекладываем на 2017 год и продолжаем зажигать. Ну, а вам нифига не буду желать ни здоровья, ни удачи, ни успехов, потому что вы все это делаете сами, все в ваших руках, поэтому не ленитесь и поспешите осуществить свою мечту. Заботьтесь о своем здоровье, здоровье своих близких, это тоже все исключительно в ваших руках. Занимайтесь спортом, кушайте правильные продукты, отказывайтесь от вредных привычек и действительно поскорее осуществляйте свои мечты, потому что жизнь очень коротка. Постарайтесь успеть что-нибудь и полезное, и интересное, и важное для всех. Большое спасибо вам за внимание, с наступающим Новым Годом! Субтитры создавал DimaTorzok